Улица Инвинская без того не особо облагорожена. Разбитая дорога, полуразрушенный асфальт. А вот и еще одно наследие, оставленное нерадивыми службами прошлой осенью. Эта яма не просто портит вид и создает неудобства, но еще и потенциально опасна. Каждое утро Иван Сергеевич вынужден провожать и встречать внуков из школы. Дорога к дому не из ровных. Уже полгода на этом участке улицы Инвинской вместо тротуара зияет яма. Я боюсь, что туда ребенок, если упадет, то он уже утонет. Холодно, вода, ребенок неожиданно упал, провалился и в испуге хлебнул воды и все. Кроме того, по краям и на дне ямы глина, поэтому выбраться из грязевого плена упавшему будет точно непросто. Мы взяли палку, чтобы измерить примерную глубину. Сколько? Глубоко? Больше сколько это? Метр, где-то больше метра. Больше метра ребенку достаточно. Раскопки нарушили благоустройство проезжей части. Теперь двум машинам здесь не разъехаться. Алексей уже не раз попадал в яму колесом. Я не знаю, что за организация, но какие-то трубы куда-то тянули всю зиму. И бросили. А как машины здесь разъехались? Ну вот так вот. Чудом никто не упал пока еще. Как нам сообщили в администрации Мотовелихинского района, раскопки вела компания «Газпром газораспределения Пермь» и делала это с множественными нарушениями. В понедельник, вторник они постараются сделать. Организация не наша, мы гарантировать за них не можем. Но совместно с ними мы наметили в понедельник совместный рейд. Посмотреть по месту, что необходимо, как необходимо. Будем работать, будем наказывать. Накажут организацию штрафом в 200 тысяч рублей, пока яму заполнят щебнем. А полностью восстановить нарушенное благоустройство должны к лету. Поставлен срок 10 июня. Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.